Инстардинг представляет Философия Бусидо Эта речь заставит вас по-другому взглянуть на жизнь. Вы должны осознать, что такое смерть, чтобы по-настоящему жить. Понимание и принятие смерти освободит вас от ненужных мыслей и бессмысленных переживаний и сделает вас воистину свободным. Вы должны жить, осознавая, что можете умереть в любой момент. Поэтому нужно ценить каждую минуту, проведенную при жизни, так как она может оказаться последней. Чтобы жить, не забывайте о смерти и храните это слово в душе. У каждого из нас на самом деле нет цели. Есть только путь, а путь — это и есть смерть. Это значит, что победа и поражение — это одно и то же. Нет никакого значения в этих терминах, ведь в жизни вы в любом случае проиграете смерти. Настоящая смелость заключается в том, чтобы жить, когда нужно жить, и умереть, когда нужно умереть. Жить нужно с четким осознанием того, что вам необходимо делать и что позорит вашу честь. Вам необходимо взвешивать любое слово и всегда спрашивать у себя, является ли правдой то, что я хочу произнести. Прежде чем выразить человеку свое мнение, подумайте о том, в состоянии ли он его принять. А когда пишите письмо, пишите его так, чтобы его не стыдно было повесить на стену. Вы должны учиться всю свою жизнь. Каждый день становитесь более искусным, чем вы были за день до этого, а на следующий день более искусным, чем сегодня. Совершенствование не имеет конца. Вы должны помнить одну истину. Нет ничего за пределами текущего момента. Совершенствуйте свой разум. Будьте человечным. Будьте преданы своей воле, честны и храбры. Всегда доводите дела до конца. Так вы приобретаете силу. А если уразуметь одну силу, вам откроется еще больше сил. Недостойно принижать себя и думать, что вы не в состоянии достичь того, чего достигли великие люди. Ведь великие люди, прежде всего люди, как и все мы. Рассуждая так, вы уже на пути. Не стыдитесь спрашивать. Спрашивать, если знаешь, значит поступать вежливо. Спрашивать, когда не знаешь, совершенно необходимо. Будьте всегда честны в своих помыслах и действиях. Верьте в справедливость, но не ту, которая в других людях, а в ту, которая в вас самих. Правда всегда должна быть вашим другом. Только честный человек, обладающий чистой душой, не боится правды. Существует только один судья. Это вы. Принятые решения и совершенные действия. Отображение того, кто вы есть на самом деле. Вы всегда должны быть в ответе за свои действия, добровольно принимаемые на себя, отвечая за совершенное. Слова других людей — это их следы. Они отражают их сущность. По этим следам вы можете идти, куда бы они ни вели. Следите только за тем, куда идете сами. Если вы говорите, что что-нибудь сделаете, вы должны это сделать. И ничто в мире не должно помешать вам. Нет смысла давать слово, обещать или присягать. Только тот факт, что вы сказали, уже является гарантией выполнения. Сказать и сделать — это одно и то же. Совершив ошибку, ее нужно сразу же исправить. Если это сделать без промедления, она не будет вас тревожить. Не прячьтесь в толпе. Прятаться в свой панцирь, как черепаха, значит вообще не жить. Находясь в толпе, смотрите внутрь себя. Чего только не достиг бы человек, если бы он не стремился во всем подражать другим. Создавайте себя, выполняя свои обязанности перед собой. Чаще всего люди пренебрегают своими обязанностями, потому что совать нос в чужие дела более интересно. Вы должны обладать героизмом и решительностью. Это не всегда безопасно. Но только при этом жизнь полноценна. Героизм не слеп. Он умен и силен. Человек ничего не стоит, если он не понимает, что сейчас и подходящее время – это одно и то же. Вы не должны вести себя жестоко и грубо, чтобы продемонстрировать свое превосходство над врагом. Вы должны проявлять благородство и быть обходительны даже с плохими людьми. Без внимания к людям вы становитесь не лучше животного. Проявляйте сочувствие и используйте любую возможность, чтобы быть полезным для других. Вас будут уважать в обществе не только за ваши достижения, но и за то, как вы обращаетесь с другими людьми. В людях – сила, а в хороших людях – счастье. Деньги найти легко, хорошего человека найти трудно. Вы должны почитать закон ствола и ветвей. Родители – это ствол дерева, а дети – его ветви. Оберегайте ствол, как оберегают его ветви со своей густой листвой, а ствол будет напитывать вас силой через корни. Только человек, готовый к смерти, может жить, видя этот мир в полном цвете, посвящая весь свой досуг саморазвитию и помощи ближним. Только тот, кто понимает, что, может быть, видит все это в последний раз, может смотреть на мир с такой любовью и замечать то, на что обычные люди в суете жизни не обращают внимания. Он чувствует, как солнце греет его своими лучами, как красиво поют птицы и шелестят листья деревьев. Как листок, сорвавшись с ветки, кружась, попадая в ручей, стремительно плывет по течению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok